В апреле этого года стоимость минимального набора продуктов питания на одного человека составила 3402 рубля. Это тот самый случай, когда все считается до копеек. Продукты признаются социально значимыми и входят в потребительскую корзину. Ее состав был утвержден еще в январе 2013 года и будет действовать до 2018. Однако цены на товары меняются ежедневно, а меняется и стоимость корзины. В потребительскую корзину в первую очередь включены продукты питания, которые составляют около 50% ее стоимости. Для сравнения, в странах Западной Европы эта цифра не превышает 20%. Кстати, большинство российских семей тратят на продукты питания больше половины семейного бюджета. Во вторую группу включены непродовольственные товары – одежда, обувь, головные уборы, белье, лекарства. И третья группа потребительской корзины состоит из услуг – коммунальных, расходов на транспорт, культурные мероприятия и прочее. Минэкономразвитие Чувашии совместно со специалистами администрации муниципальных районов проводят мониторинг цен на социально значимые товары в ежедневном режиме. Основная задача – не допустить необоснованного роста. В апреле месяце у нас цены стабилизировались, можно сказать. Конечно, есть некоторый рост на отдельные виды товаров, но на большинство товаров у нас происходит снижение цен. И некоторые остались на уровне марта месяца. Ну, на какие товары, надо сказать, что есть некоторые росты – это, конечно, у нас овощная продукция. Но рост цен на эту продукцию у нас происходит ежегодно, весной. Ну, в основном это у нас капуста, морковь, лук. Вы сами все покупатели прекрасно видите, как это происходит. Федеральное законодательство не позволяет правительству ни регулировать уровень надбавок, ни ограничивать уровень цен на отдельные виды товаров. Однако возможности повлиять на ситуацию все же есть. На базе Минэкономразвития создана переговорная площадка, на которую приглашаются сельхозтоваропроизводители, оптовые организации и розничные торговые сети. Зачастую учреждениям удается договориться о закупках продуктов у фермерских хозяйств и их поставке в розничные торговые сети по более низким ценам. Мы совместно с прокуратурой обследуем предприятия торговли, проверяем цены и уровень надбавки, который делается в организациях розничной торговли. На сегодняшний день мы понимаем, что большинство руководителей с пониманием относятся к данной ситуации и устанавливают цены именно на социально значимые продукты питания, а не более 20-25%. Свои правила диктует и конкуренция. Чем больше объектов и форматов торговли представлено в регионе, тем больше рынок самостоятельно регулирует цены на продукты. Анастасия Алексеева, Александр Петров, Республика.